Привет, с вами Назарий. Я решил раскрыть сегодня достаточно быстренько такую вот интересную тему, которую, в принципе, вообще никто не показывает на ютубе, я не знаю почему. Смотрите, когда вы работаете, ну, например, в фигме, может быть, не фигме, не суть важно, если вы дизайнер, вы знаете вот такой вещи, как, ну, правильно, вот, скругление углов у любого квадрата, там, прямоугольника. И, собственно, это скругление использует даже Apple при создании там своих каких-то иконок. Что я под этим подразумеваю? То есть, когда у вас есть, собственно, скругление какого-либо квадратика в данном случае, то есть вы не просто его скругляете вот здесь, как у меня, а тут еще есть сглаживание, что ли, вот этих вот углов, и даже отдельно есть такое вот точечка, которая называется iOS, то есть что подразумевает, что там Apple это, собственно, использует. И это именно правильно. Но вы спросите, а в чем, собственно, разница вот этих вот углов? Возможно, вы с этим не знакомы все-таки. И вот у меня есть один кубик, на котором это применено, есть кубик, на котором это не применено. Если мы просто вот так вот глянем, то, да, возможно, кто-то заметит то, что здесь вот есть плавное такое вот прям скругление, а тут видно, в принципе, точку, на которой это скругление начинается. Давайте наложим эти кубики друг на друга, и что мы увидим? То, что у нас черное, это плавное, я напоминаю. Как вы видите, у нас есть прям отчетливый такой вот острый что ли уголочек, где мы видим вот это вот начало этого скругления. И более правильно использовать именно правильное вот это скругление, которое, ну, как я уже сказал, использует там даже Apple. Вот, и так как мы, ну, работаем в блендере и тоже, как бы, вообще-то такие вещи делаем, там, скругляем какие-то кубики, то, ну, как это вообще, что ли, выглядит в нашем любимом вот 3D пространстве, да? То есть я вот сейчас сделал просто обычный куб с бевелом на вертикали, добавил там Solidify просто, чтобы это все было заметно. И сейчас это обычный бевел. Если вы присмотритесь, вы видите, вот, вы увидите вот здесь вот такие прям, я бы сказал, достаточно отчетливые что ли места, где начинается вот это вот скругление. То есть тоже вот здесь вот. И здесь вот вы увидите, что точка перехода от ровного к круглому, она находится примерно вот здесь вот. То есть вот так вот даже на шейдинге видно вот эти вот полосы, которые появляются здесь. Вот, но как это повторить в самом блендере, чтобы, ну, в целом мы могли сделать те же самые ровные, правильные именно скругления. И если мы, давайте вот так вот продублируем, если мы перейдем в настройки бевела, у нас есть профиль, и здесь есть shape. То есть если мы вот так вот его подергаем, вы увидите то, что меняется именно сам профиль этого скругления. И давайте тоже поставим на 0.6, как это было показано в той же самой фигме. Вот, и мы добились этих плавных скруглений, но только теперь момента, что у нас изменилась именно, что ли, сила этого скругления. И чтобы компенсировать именно вот эту вот появившуюся новую геометрию, мы просто берем и это скругление тоже увеличиваем на один пункт. То есть с 0.4 до 0.5. Вот, и теперь мы вернули нашу изначальную форму, но при этом, давайте вот так вот в сторону перенесу, выровняю. Даже вот здесь, в принципе, вот уже видно то, что, ну, острота, вот, то есть вот в этом вот месте. То есть тут мы еще скругление не до конца скомпенсировали, то есть мы можем взять и еще больше, вот так вот увеличить, чтобы просто повторить вот это вот скругление. Но вот эта вот острота, которая была изначально, вот она, я думаю, вы видите по этой вот линии, она теперь в нашем новом вот этом вот кубике, она пропала. И вот теперь, если мы даже глянем на шейдинг, вы видите то, что вот здесь нет каких-то прям таких резких переходов, что ли, вот этого скругления, а вот тут они сохранились. Вот, собственно, вся принципиальная разница вот этого метода. И таким образом вы сможете сделать ваше скругление, ваши бевелы еще лучше. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем спасибо, с вами был Назарий.